здравствуйте уважаемые слушатели студенты я являюсь ассистентом кафедры патологической анатомии самарканского государственного медицинского института зовут меня якобы сегодняшняя наша тема посвящена тромбоцитозам тромбоцитопс схема регуляции мегакариоцитопс внизу рисунка показаны периоды стимулирующего действия на мегакариоцитоз основных симуляторов лиф лейкозы ингибирующие факты и то тромбо по этим при созревании клетки проходят 3 морфологически дифференцируемые стать мегакариобласт которая не превышает 10 процентов всей популяции мегакариоциты около 15 процентов и мегакариоциты на его долю приходится от 75 до 85 процентов процесс дифференцировки мегакариоцитарных элементов продолжается около 25 часов такое же примерно время около 25 часов составляет созревание а весь жизненный цикл около 10 суток состав крови кровь это смесь различных твердых частиц плавающих в жидкости твердые частицы это кровяные тельца которые составляют около 45 процентов объема крови большинство этих телец красные кровяные тельца которые придают цвет крови остальные белые кровяные тельца и тромбоциты жидкую часть крови составляет плазма она бесцветно состоит в основном из воды и переносит питательные вещества на снимке указано сосуд и содержимое сосуд здесь вот вы можете увидеть внутреннюю поверхность сосуда тромбоциты вот они маленькие плазму белые кровяные тельца и указана вот синим цветом и красные кровяные тельца тромбоцитопояс схематично указана здесь на картинке вы можете увидеть этот период пролиферация мегакариоцитарных предшественников а также здесь можно факторы стволовых клеток они идут сюда дифференцировка мегакариоцитарных предшественников продукция тромбоцитов вот можно увидеть на этой схеме здесь свертывание крови указано на этой фотографии и когда кожный слой нарушается организм начинает активную деятельность по остановок остановлению кровотечения и восстановлению кожи на приведенном ниже вот здесь рисунки повреждения кожи и капилляра кровь вытекает и в ней скапливаются бактерии потом организм начинает процесс свертывания как вы можете можете увидеть это кожа белые кровяные тельца указаны сосуде бактерии уже здесь темно-синенькими цветами указаны красные кровяные тельца которые сочились в кожу кровеносный сосуд сам указан и а также тромбоциты указаны это увидеть на стекле свертывание крови также здесь указано второй этап свертывание ткань кожи и капилляры могут повреждаться тромбоциты останавливают кровотечение соединяясь друг с другом и образуя тромбоциты и поврежденные клетки производят вещество заставляющие создать создаваться сеть фибров захватывающих красные кровяные тельца образует тромб тромбоциты же переходя по кровеносным сосудам уничтожают бактерии точно вы можете увидеть схематично на рисунке второй этап он указан как они скапливаются активные тромбоциты белые кровяные тельца красные кровяные тельца как они вместе соединяются также на третьем этапе свертывания крови кровяные сгустки затвердевают формируя на поверхности раны тромб он служит барьером для бактерий и защищает ткань пока она восстанавливается когда ткань восстановилась тромб отпадает а место где он находился покрывается кожей больших кровеносных сосудах образование тромба затруднительно так как они несут кровь под большим давлением тут тоже вы можете увидеть вот тромб на поверхности кожи это корочка отсаденной вы можете если на теле человека или же после травмы вы можете увидеть как она свернулась в виде корочки тромбоцитоз это повышенное количество тромбоцитов периферической крови более 400 умноженное на 10 в девятой степени литра по классификации то есть этиологии тромбоцитозы они бывают первичные и вторичные первичным можно отнести мило пролиферативные заболевания острыми мегакариобластный лейкоз а вторичным реактивным можно отнести спленноэктомию острые кровотечения хроническое воспаление гемолитическую анемию также по этиологии тромбоцитозы бывают абсолютные и относительные мило пролиферативные синдром и острые мегакариобластный лейкоз относительно можно отнести гемоконцентрацию которая острая кровопотеря может быть ожоги могут быть травмы различного рода и а также спленноэктомию патогенезии вот вы схематично вы можете увидеть тромбоцитопояс как это происходит указано стрелкой указано стрелку в клинике на фотографиях вы можете увидеть внутренние органы это эрозивные язвенные кровотечения а также эхимозы петихи грубо говоря уличными словами синяк вы можете увидеть кровопотек тоже на фотографиях указано тромбоз мезентериальных артерий конгрена кишечника тут указано а также схематично указано тромбоз артерий и вен конечностей тромбоэмболия здесь на фотографии вы можете увидеть инфаркт головного мозга а также миокарта инфаркт вот за счет закупорки сосуда просвета сосуда происходит инфаркт они будут указаны тромбоэмболия легочной артерии очень часто встречающийся патологический процесс в практике врачей вот вы можете увидеть допустим здесь указано повреждение легком и далее отсюда идет у нас эмбол вот начало эмбол тромба где отрывается часть от тромбы появляется тромбоэмболия и этот эмбол проходя через сосуды доходит до легочной артерии и там же закупоривает этот сосуд образуя проб и происходит летальный исход пациента на фотографии указана нормальная селезенка а также спленомегалия то есть увеличение селезенки для диагностики надо сказать здесь имеются маркеры наследственной тромбофлипии коагулограмма развернутая диагностическими критериями является мрт брюшной полости с определением объема селезенки ФГДС колоноскопия УЗИ и т.д. план биопсии оказывается кистологии и цитологии костного мозга вот вам указано в схематичном виде общий анализ крови с биохимией исследования обмена железа коагулограммы и мазок периферической крови здесь на снимке указано вот как производят трепан биопсию кости с гистологией вы можете увидеть это картикальный слой кости глупчатые вещества а также костный мозг спасибо за внимание если возникнут у вас какие-либо вопросы можете обращаться непосредственно ко мне к Якубову Минюйсу Закировичу